Открою секрет, когда я пригласила Сергея к нам в студию и сказала про подарок, он задал один вопрос А какие ограничения по размеру? И я даже, если честно, испугалась Что это? Что это? Давайте я скажу, что с этим можно сделать Да Что это? Нам же понятно, что это вещь какая-то Очень удобно бить То есть иногда, когда нужно кого-то побить Мы сейчас не будем этого делать Она легкая, потрогайте, она легкая Палка-вдохновлялка Вот, палка-вдохновлялка, да Она, значит, вот как бы раз и... Да ладно, что ты Она не наносит телесных повреждений, но придает импульс очень хороший Потом можно на ней полежать Это спасательная вещь, потому что если хочется с ней поплавать, она не тонет На ней можно поставить цветы Стоит Что-нибудь еще можно сделать, я не знаю А так, вообще, эта вещь, даже вы не смотрите, что она такая немножко выгнулась Она прошла испытания временем, людьми, телами и особенно тяжелыми Здорово Поэтому не знаю, что вы с ней будете делать Это будет мой инструмент Спасибо большое Ну ладно, если уж у вас огнетушитель есть Мне его не хватало, да То это тоже Дарю вам Так, а теперь Кирилл Сергей, да Постой-ка, поскольку Все-таки мы тебя пригласили в первую очередь как бизнес-трейнеры к нам Поэтому задам тебе вопрос, на который хочу получить емкий, короткий ответ Давай Как стать богаче? Кто бы знал Спасибо Идем работать Пойдем Кто мусорит, люди или квадратные метры Как наказывать водителей, скрывшихся с места ДТП И что делать, чтобы стать незаменимым работником О чем говорит город, говорим И мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилла Васенин И Лидия Шулаева Подключаемся Поехали Кирилл, я предлагаю, знаешь, сейчас сделать так Саня, музыка Мои слезы и моя печень Да, к сожалению, на прошедшей неделе от нас ушел Не от нас, а из этого мира ушел Кирилл Толматский Десел Да, более известный как Десел Человек, который в последнее время, к сожалению, наверное, не так ярко себя проверял в творческом смысле Но, тем не менее, как мне кажется, хотя я, в общем-то, и не сторонник музыки стиля рэпа и хип-хоп Что оставил свой след в музыстории российской, во всяком случае Ну, некоторые даже говорят, что он был отцом российского хип-хопа, российского рэпа Один из первых был Да, это был Ну, может быть, один из первых, о ком услышали и кто стал мега-звездой Ну, он со своей пятницей ворвался прямо в музыкальную жизнь России Я не слушала такую музыку, но я знала, кто такой Десел, и я знала, что он поет Он очень органично, мне кажется, влился в ту среду, в то поколение, которое было И какое-то, знаешь, возможно, с его появлением вот эта вот какая-то плеяда таких вот рокеров перестроечных Которым хотелось перемен, как Робертович Пилл, наш уважаемый Вот тот поколение, которое было перестроечным, сменилось, и пришло именно на смену Пришло вот это поколение Next, для которых проблемы, о которых пел Десел, были близки И вот это прошла какая-то вот новая волна популярности другой, совсем другой музыки Самое интересное, очень многие СМИ вспомнили интервью Десела, в котором он говорил о том, что Вообще планирует прожить лет 450, а в 35 инсценирует свою смерть и уедет на остров, где-то всех скроется И несколько раз он, кстати, в нескольких интервью об этом говорил Поэтому, может быть, может быть, Десел жив где-нибудь на необитаемом острове сейчас Да Плавает с дельфинами, пока все остальные хоронят здесь его Мы хотели с тобой поговорить об этом еще в прошлой передаче, но не успели Да, мусорная реформа Я готовилась, когда к теме, поискала в интернете и нашла Мне просто стало интересно Наш тариф сейчас в многоквартирных домах рассчитывается, исходя из квадратного метра Жилья Жилья, да И вот логичный вопрос, который у меня возникает Кто, в конце концов, мусорит? Люди или квадратные метры? Ну, знаешь, если у тебя 70 квадратных метров, все 70 квадратных метров мусорят Нормально Грязнули какие? А-та-та! Вот, и я решила найти исследование, чтобы выяснить, ну, сколько мусора производит человек или квадратный метр И я нашла массу исследований по поводу мусора, который производят люди Например, есть исследования, которые говорят, что человек производит 200 килограммов мусора в год Другое исследование говорит, что 500 килограммов мусора в год Есть исследования, которые даже, считаю, сколько килограммов мусора, граммов мусора производит человек в сутки Много исследований разных, российских, европейских, американских Ну, блин, Кирилл, реально я не нашла ни одного исследования, которое бы говорило о том, сколько мусора производит 1 квадратный метр жилой площади Вот нет таких исследований Но так-то, понимаешь? То ли гугл тупой, то ли я не тебе запросы давала Ну, стоп, ну, я же вот, вот я человек простой Я как себе это все понимаю? Вот когда сидели умные люди, а-ка чиновники сидели, думали Так, мы же должны не просто для людей сделать, мы должны заработать Мы должны заработать так, чтобы нашим детям, детям, чиновникам Не надо было потом работать, потому что папа у него занимается мусорной реформой в области Ну, если каждый человек там 200 килограммов мусора, значит, в год, так, это значит, в день меньше килограмма Так, ну, это мы что-то, ну, 30 рублей мы заработаем А если квадратный метр, а дом 150 квадратных метров, ну, а то вот, смотри, уже 300 рублей Круто! Прям схема Остапа Бендера Да, ну, просто в очень многих городах, где руководство региона, я здесь именно отмечу, что это не решение местной власти Ну, понятно Это решение власти региональной, и Саров вот просто вынужден, что называется, подчиниться Мы не можем устанавливать тут свои тарифы Очень многие люди в городах выходят с митингами, где власти региона решили, что мусорят квадратные метры У нас тарифы, получается, ну, они выросли, они выросли в 2,5 раза Но примерно получается, что, например, у нас, кстати, в ЖС люди в домах платят по жильцам Слава богу, им повезло, а не по метрам квадратным Вот они будут платить примерно за дом с двумя прописанными 230 рублей в месяц Ну, в принципе, не такие, наверное, большие деньги Для квартиры в 50 квадратных метров 250 примерно рублей Ну, мне, я не понимаю, тариф стал больше Понятно, что цифры не за небесные 250 Ну, с другой стороны, вот опять, на что пойдут эти деньги? На что они уходят? Вот, вот, вот это вопрос Нам объясняют, что у нас там, вот сейчас этот региональный оператор И логистика, и все такое Я готова платить за мусор, если за, мне нравится Обращение, нежное, трепетное обращение с коммунальными отходами Если мне, если я буду принимать какую-то пользу Например, для экологии Вот у меня стоит вопрос Я жутко комплексую и испытываю тяжелейшее чувство вины Из-за того, что я очень много пластика использую Я пытаюсь покупать меньше пакетов Но мы не можем отказаться от пластика У нас вся продукция в пластике Я, допустим, покупаю воду питьевую И с этими бутылками потом еду на родник И наполняю эти бутылки снова Потому что, ну, я не могу мне Я не могу выбрасывать эти бутылки Дайте мне возможность Вот этот пластик куда-то складывать Чтоб я понимала, что его увезут на переработку Потому что, например, из 80 граммов Из одного килограмма пластиковых отходов Получается 80 граммов вторичного полиэтилена То есть он может быть переработан Но мне не создают условий Мне подняли тариф, а условия для того, чтобы я мусор сортировала Мне не создали А я вот по-другому себе думаю про этот ценник Ну вот смотри, я понимаю, что мы живем в России И у нас как бы никогда государство на себя заботу о гражданах не берет Ну это как бы, видимо, моветон какой-то А вот когда придумывали тариф Почему не возложили Это же федеральный закон Почему не возложили на государство Вот эта вот проблема логистики Я готов платить за то, чтобы из моего города вывезли этот мусор Я готов платить за то, чтобы строился завод на переработку Ребята, вот вы платите, но все эти деньги мы сейчас там год-два копим Потом на эти деньги строим завод, который будет там стоять вдалеке Который будет экологически там выхлоп чистый и так далее Но логистика на государстве Машины, зарплаты водителям Опять-таки вернемся к опыту европейских стран В Вене стоит мусороперерабатывающий завод в центре города Так это произведение искусства Вот сейчас мы видим этот завод И никто из-за него не парится Во-первых, он и экологии не вредит Потому что у них все продумано Во-вторых, архитектура такая, что на него специально ездят посмотреть Вот я была в Вене и ездила на него специально посмотреть А еще классно, мне понравилось в северных странах Типа Норвегии, Швеции У них еще лучше сделано тоже переработающий завод Но он сделан таким образом, что А, ну, естественно, выхлоп с него идет Через сотню фильтров, которые для природы ничего не делают Он у них спрятан под землей И все то, что перерабатывается Все, что нельзя переработать во вторсырье Идет в отопление, в производство энергии И эта же энергия на территории завода Отправляется в город по льготным ценам И смотри, сейчас вообще то, что сломает мозг Касаемо мусоропереработки в Европе В Европе мусороперерабатывающие предприятия Внимание, покупают мусор у города Они покупают мусор Потому что мусороперерабатывающее производство Окупается примерно через полгода-год Еще раз, килограмм пластиковых отходов Это 800 граммов вторичного полиэтилена Который потом идет снова в производство Ну да Поэтому предприятия покупают мусор Покупают, они платят день Они не с населения берут деньги Они платят деньги городу Отдайте мусор И они забирают мусор И его перерабатывают То есть мусор Мусор, вот этот весь пластик, бумага Кстати, мы в редакции больше не выбрасываем бумагу А складируем макулатуру И батарейки, кстати И батарейки тоже не выбрасываем Это все средства зарабатывать деньги А мы платим за то, чтобы Простите, кто-то зарабатывал деньги Да Что-то в моей голове не укладывается Я не экономист Это Россия, детка Это Россия, да Наказания для водителей Новые придумывают в нашей государственной думе Но прежде чем возмущаться Я скажу для каких водителей Водители, которые покидают место ДТП Виновники ДТП И оставляют В опасности В опасности, да, людей Допустим, ДТП с пострадавшим И виновник этого ДТП уезжает Уточнили, что он пьяный Или под воздействием психотропных вещей И для этих категорий И для абсолютно трезвых тоже Ты попал в ДТП Человек пострадал А ты такой А ты уехал От 4 до 7 лет лишения свободы 4 это если тяжкие До 4 лет тяжкие повреждения здоровью нанес Если, к сожалению, пострадавший в ДТП скончался До 7 лет лишения свободы Я считаю, что это правильно Давно пора Я тебе вот, что-то Давно пора Сколько мы У нас Я был на пресс-конференции С Александром Косенковым Это глава ГИБДД Сарова Вот так вот сказал Что число Выросло В 2018 году Выросло число Пьяных водителей Которых поймают А пьяный за рулем Вообще убийца Мне кажется Вне зависимости от того Совершил он ДТП Или не совершил Пострадал в этом ДТП Кто-то или нет Если он пьяный Сел за руль Он убийца У нас же предусмотрено наказание Если ты С оружием ходишь по городу Если ты не охотник У тебя нет лицензии на это Ты ходишь с ружьем по городу Это наказуемое Уголовно наказуемое За ношение оружия У нас наказывается Ты пьяный за рулем Ты потенциальный убийца Тебя поймали Ну Все Неси ответственность Я тебе скажу больше На той же пресс-конференции Александр Иванович Рассказал О случае Что Оказывается Одного водителя Поймали Третий раз Три раза За последние По-моему пару лет Он попадается Третий раз Попадается пьяным за рулем Третий раз Так надо его в санаторий отправлять Человек Ничему не учится Ничему не учится Его один раз наказали Штраф, лишение прав и так далее Более того Он не понимает Что он опасен Второй раз Он без прав Сел пьяный Его снова поймали Третий раз поймали Он ничего не понимает Человек неадекватен Все лишение свободы Причем там не 15 суток Я считаю Это уголовная статья Садись отдыхай Как рассказали футболисты Что это приплету Рассказали футболисты Мамайя с Кокориным Что тюрьма Но просто их наставил На путь истинный Очень быстро Достаточно было полгода 7 лет более чем Хороший срок Для того чтобы Польшую пиздрулю нельзя Ну ладно Мы с тобой сидим И рассуждаем Как представители Красного государства Всех в тюрьму Всех наказать Давай у горожан спросим Может мы слишком жестоки Друзья Какое адекватное наказание Вы считаете Для Водителей Которые скрылись Место ДТП Да Какое наказание Вы считаете Адекватным Для водителей Которые покинули Место ДТП С пострадавшими Ну конечно Их надо сажать За решетку Это само собой Обирать права Если даже С тяжелыми тяжкими Например Если человек погиб То Мне кажется Это трусливо Поэтому даже Как убийство Считается Лишить прав Для начала И может быть По жизни Пятнадцать суток Посидели Чтоб Чтоб Больше не нарушали Если человек Сел Скажем Нетрезвым За руль То он Сам это Осознавал И Сноситься Как-то На то Что Я не хотел В суде Я считаю Что это Не должно Прокатываться Вплоть до Уголовной ответственности Это мой этап Если бы я сбил Человек Я бы остался Попытался бы Им помочь Ну а потом Ждал Когда Наказание Какого-то Ну годика два За что А почему он Не помог Пострадавшим Это чисто Тут даже Чисто Человечески Мы продолжаем Наш разговор И к нему Подключается Наш сегодняшний гость Сергей Нифонтов Бизнес-тренер Сергей привет Привет тебе Наш пароль Сегодня Сегодня пароль Ну и бизнес-тренер Everybody business Вадим На телефоне Подключайся К нашему Байфайру Everybody business Ты с каждым Разом все сложнее И сложнее А что там Проще-то можно было Чем умнее человек Тем сильнее Заговорить Пароль должен быть Все Ура Он с нами Сергей Тенденция Вообще Последнее время В нашей стране Все жалуются Или нет работы Или работа малооплачиваемая Цены растут Мне мало платят Поэтому решили Пригласить тебя И поговорить Потому что ты же у нас Признанный Всероссийский На уровне всей страны Признанный эксперт Который помогал Найти помощника Выскооплачиваемого Монтаж Это самое главное В телевидении На самом деле С ней непосредственно Мы работали Минут 30 Может быть час Из месяца Из всего проекта Вот поэтому Вот я не могу сказать Какая она в жизни Со мной Это Было все хорошо Культурно Комфортно было С ней взаимодействовать Мне очень комфортно было Мне очень комфортно Было Мне сказать Что вот она такая Там Ну само начало проекта Так ее позиционировали Что это не работа А ад На самом деле Я не испытал Какого-то дискомфорта Мне было Ну мне было удобно Хорошо Комфортно Мы выполняли задачу И у меня Честно говоря Изменилось по ней Просто радикальное мнение Уберем политические пристрастия Ну вот просто Ну да Мы не говорим сейчас Про политику Убрать за скобки Это очень умная Женщина Очень Проницательная И очень целестремленная И продуктивная Очень продуктивная Очень Я удивляюсь Как они успевают Там что делать Ну мне непонятно И поэтому Когда возникал вопрос Хотел ли я быть помощником Я бы не угнался Это точно То есть я какие-то вещи Естественно могу сделать Но У меня темперамент спринтера И я сам Когда спортом занимался Я был спринтером Поэтому мне вот надо Короткую дистанцию Я в нее вложился Сделал максимальное КПД Потом мне нужно отдохнуть А там Стайр На спринтерской дистанции Там были такие кандидаты Которые прям зубры Приходили люди С зарплатами 500 тысяч рублей Из помощников Там Ну чуть ли не А зачем тогда У Собчак 250 зарплаты Предлагают Да Собчак 250 Статус стиль Я думаю Кому-то Шоу Кому-то Засветится в тельце Знаете как Я после этого проекта Даже после Не проекта А после Вот этого реального кастинга Я прям на себе написал Несколько выводов Забываю все Никак не выложу Хотел пост сделать Ну такой прям рефлексии Очень большое количество людей Хотят изменить жизнь И наверное они это увидели Как возможность Поменять свою жизнь И собственно пошли На этот проект Поэтому там Большое количество Было людей Ну собственно Телевизор это было видно Что там точно На помощника никак Ну шоу требует этого Но было много людей Которые прям Были достойные И в финале Я считаю Что оказались прям Ну такие Очень достойные люди А ты их прямо Консультировал В рамках Испытывал Или задача была Именно отобрать Или вырастить Отобрать или вырастить Сейчас Расскажу Задача была такая Что нужно было Сначала отобрать Я участвовал На протяжении всего Кастинга Ну или я так думаю Что на протяжении всего Ну по крайней мере То что я спрашивал До меня кастинга не было И после меня Тоже вроде бы не было И те кандидаты Которые приходили На программу Я их всех Так или иначе Уже видел Поэтому скорее всего Я участвовал Во всем кастинге Первая задача Это провести кастинг Это отобрать Вторая Нужно было людей Раскрыть Потому что Не всегда люди Раскрываются сами Некоторым надо было Помочь С одной стороны Со второй стороны Нужно было Их подготовить К той жести Которая собственно Их ожидает В реальной жизни Поэтому мы как могли Старались это сделать Но опять же Не все в руках Бизнес-тренера Потому что это шоу И там есть Релизионные законы Есть сценаристы Есть там куча Людей Которые принимают решения Сейчас из телека Вернемся в реальную жизнь И поговорим о людях Вот вы говорите Многие люди Хотят изменить жизнь На самом деле Многие хотят И всю жизнь они хотят Но ничего не делают И не понимая этих людей Но их большинство Люди работают на работе Которую не любят Они приходят каждый день Туда, куда им не нравится Получают зарплату Которая их не устраивает Но они держатся За это рабочее место Потому что Ипотека, семья Кредит на машину И надо что-то есть Их надо понять тоже Пробъективная реальность Да, да Но вот как перестать Быть человеком Который держится За рабочее место Чтобы просто было на хлеб Каждый же Ну, наверное, каждому По силам изменить жизнь Не просто хотеть А начать что-то делать Ну, во-первых То, что я сейчас вижу Люди перестают учиться В тот момент Когда-либо заканчивают институт Или какое-то другое учебное заведение И все И они думают, что на этом Образование закончилось Вот мы, кстати, с Кириллом В одной из последних передач говорили Что сейчас ценится не вузовское образование Потому что это, по сути, только корочки А то образование, которое ты начинаешь Получать после вуза Я вам больше скажу Я вам больше скажу Например, я когда принимаю на работу Я не смотрю на образование вообще Да, да Я не видел ни одного По диплома в своей жизни Человека, который приходит ко мне устраивать Ни одного Портал Superjob Это один из ведущих порталов по поиску работы и работников И портал Headhunter Сейчас отказываются от графы образования И точно ее не будут ставить наверх Да, потому что она ничего не говорит Оно ничего не говорит Говорят Твои достижения Говорят отзывы работодателей предыдущих И говорят результаты, которые, собственно, ты показывал на предыдущем месте работы А результат это то, о чем меньше всего думают в основном люди, которые работают на работе То есть люди в основном выполняют свои функциональные обязанности Далеко не все задумываются, а какой результат моей работы должен быть Как он согласуется с теми требованиями, которые выставляет верхнее руководство или собственник В зависимости от того, какой масштаб компании Отсюда и мы работаем работу А какой результат, какой вклад в общее дело мы внесли Я хожу на работу, чтобы в конце месяца мне дали зарплату Да Приблизительно Если бы не давали, я бы не ходил бы Ну, так и есть Вот, и поэтому рекомендации здесь Ну, как полюбить то, что ты не любишь, я не знаю А вот как Решаться на изменения или нет? Изменить свои отношения надо к работе Вначале к той, которую ты не любишь, наверное Признать, что ты ее не любишь, как минимум? Признать, как минимум, что не любишь Но все равно стараться выдавать результат И потом просто, если хотя бы элементарно нужны деньги Ну, чуть больше Нужно задуматься, а за что мне заплатят больше? На любой работе Ну, я сейчас не беру какие-то жесткие структуры, да Где там все очень жестко Вертикально Если это там какая-то плюс-минус коммерческая организация Там до, не знаю, до тысячи человек численностью Ну, даже до пяти тысяч человек численностью Там всегда есть какой-то люфт, когда ты можешь сделать что-то больше И потом получить больше за это денег Да, или подняться по вертикали Либо взять на себя большую ответственность Какой-то проект взять дополнительный И тебе за него заплатят Но это же нужно прийти к лицу, принимающему решение Нужно сначала понять, а кто же принимает решение То есть нужно включать мозг И нужно анализировать ситуацию С тем, чтобы потом прийти и сказать Слушайте, я вот понял, что вы решаете Вот у меня есть такая идея Вот есть такое нововведение Или вот такой проект Вот если я его реализую Могу ли я рассчитывать на прибавку Либо в зарплате, либо на какую-то премию Если человек может предложить что-то Какую-то идею И сказать, я ее готов реализовать Это просто супер Такого надо брать Поднимать Как минимум его надо держать И давать ему возможность реализовывать Но проблема в том, что сдуваются люди То есть люди не идут дальше, чем просто предложить что-то И все А ему говорят нет и... Да даже не говорят нет Просто не говорят давай-давай-давай-давай Потому что я, например, никогда не подпинываю своих сотрудников Которые приходят с идеей То есть людям нужен какой-то внешний мотиватор А нужно искать внутренний, чтобы состоять Конечно Мне очень важно, если человек заявляется Что я сейчас буду реализовывать эту задачу или проект Мне важно, топливо-то у него хватит или нет Эту реализовывать задачу будет он или я, или она Потому что часто бывает такое Что давайте что-нибудь сделаем Давайте, классная идея Ну а если для идей нужен административный ресурс Ну то есть, грубо говоря, слово начальника для всего коллектива Это не проблема Проблема, что надо потом какое-то время рутинные задачки выполнять И причем иногда ошибаться, получать по башке Как бы метафорично И все равно делать Давайте вот прям резюмируем несколькими пунктами Как быть человеком, за которого держится руководство Формула такая Возьми сначала на себя большую ответственность Реализуй эту ответственность Докажи, что ты можешь и достигнуть результата Потом, когда ты уже раз результат достиг, два результат достиг Ты уже можешь приходить к руководству и говорить Мне для того, чтобы двигаться дальше, нужно немножко больше полномочий И вот когда ты расширил свои полномочия Дальше вопрос о зарплате, как правило, решается либо сам собой Либо можно аккуратно об этом сказать Даже не намекнуть Нет ничего постыдного в переговорах с работодателем о зарплате Друзья, запомните это Я еще раз Ничего в этом постыдного нет Когда вы приходите, говорите, что слушайте А можно манипуляции учить? Да, конечно, нужно Так, моим сотрудникам Закройте уши, пожалуйста Закройте уши Но на самом деле можно то же самое делать И я очень это приветствую Можно просто задать вопрос Скажите, пожалуйста Что я должен делать с другим качеством Или с другим результатом Чтобы я здесь заработал больше Но я думаю, что 95% руководителей найдут за что можно Еле держусь на диване, чтобы не по себе Не, я серьезно говорю Я серьезно говорю Но, Кирилл, Кирилл, тут важно понять Что идти нужно к ЛДПРу К нашему дефектору Да Кто такой ЛДПР, вы знаете? У нас один на работе Да это не партия Это не партия Есть понятие Лицо, принимающее решение Это ЛДПР А если лицо действительно принимающее решение ЛДПР Поэтому надо искать ЛДПР Вот прямо сейчас надержался Чтобы не вскочить и не уйти К ЛДПРу Я не знаю, про что вы сейчас говорите Это не про партию Ой, ну это прям Сейчас все наши коллеги смотрят и ухмыляются Друзья, надеюсь, что это действительно важные советы И вы наконец перестанете делать работу Которая не удовлетворяет вас Ни своим составом, ни ее оплатой Совсем скоро в нашей стране появятся космические юристы Да-да, вы не ослышались А все для того, чтобы отстаивать права России При освоении Луны Кокорину и Мамаеву продлили арест еще на два месяца В Китае рэперам теперь нельзя появляться на телевидении На Гавайях запретят продажу сигарет Лица младше 100 лет А в России тем временем подорожали овощи, фрукты, рыбы, мясо Подорожали и лекарства А вот бензин неожиданно подешевел В среднем на одну копейку Один из самых молодых депутатов Госдумы Василий Власов Известный своей активной жизненной позицией И такими инициативами, как введение в школу 12 класса Просьбы разрешить ему взять на работу Человекоподобного робота в качестве помощника Призывом создать в Госдуме совет блогеров И выдавать ипотеку россиянам с 14 лет Выступил с очередным предложением Василий готовит законопроект О предоставлении мужчинам 10-дневного оплачиваемого отпуска В случае рождения ребенка Вместо существующих неоплачиваемых пяти Что, кстати, перекликается с предложением Бориса Чернышева Вести для учеников старших классов уроки отцовства По его словам, ученики должны понимать, что их ждет И быть готовыми ко всему Помните Гену Букиной сериала «Счастливы вместе»? Многие мужчины наверняка мечтали вступить в его общество без баб А вот в Санкт-Петербурге сделали все наоборот И открыли первую в России кофейню без мужчин Создательница Симона, если вы еще не догадались Самая настоящая феминистка с большой буквой «Ф» И к созданию меню, как сообщает канал 360 ТВ Подошли соответственно Например, в кофейне можно заказать латесу Капучинесу, американку, эспреску и глинтвиню Ну а чтобы мужчинам уж совсем не было обидно Им все же разрешили посещать это заведение Но только после 7 вечера Сегодня называется игра «Он это может» В чем ее суть? Я буду называть предметы, а тебе надо будет добавить этому предмету неожиданное действие Что может предмет? Поехали? Итак, мотоблок Может весело катать детей Доводчик для двери Может треснуть по голове Мышь Может быть съедена за деньги А такое было, кстати говоря Тоже вариант Я когда маленький был, мне рассказывали историю, что мужик съел крысу заживо за ГАЗ-2124 Я тоже съел в те времена Единорог Единорог Может быть единороссом Бармен И тогда может быть тресв Отлично Шило Шило Втыкают не только в задницу У меня был вариант торчит, да Годзилла Хороший зверь на самом деле Судя по последней серии Отлично Чиновник Тоже человек Ну что, давайте сделаем селфи Наше традиционное селфи на память Ну а на этом все, дорогие друзья Любите свою работу и развивайтесь в ней До следующей встречи Пока-пока Пока Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова